Наш телеканал продолжает серию репортажей о счастливых семейных союзах, о тех, кто многие годы идет по жизни рука об руку. Пары делятся своим опытом и рассказывают о секретах семейного счастья. Сегодня героем сюжета стала чета Булыгиных Ирина и Сергей. Супруге уже вместе 35,5 лет. О том, что стало основой их брачного союза, узнала Наталья Чекет. Первая встреча Ирины и Сергея произошла во дворе, во время игры в картошку. Началось все с дружбы. Как рассказывают супруги, это не было любовью с первого взгляда, как принято показывать в фильмах. Однако спустя несколько лет общения поняли, что возможно им суждено быть вместе. Впечатление складывалось не один год. Вот в чем дело-то. Нет такого, чтобы первое. Сначала одно, потом другое, потом, блин, а это все-таки мое, наверное. Все, что есть в нем хорошее, и во мне вот это, оно как бы переплелось и пошло. Кстати, супруги учились в одном университете. И когда Ирина была на четвертом курсе, а Сергей на пятом сыграли свадьбу. 19 октября 1985 года. Именно с этой даты берет свое начало история семьи Булыгиных. К слову, свадьбу отмечали с соблюдением всех традиций. Семь мостов, к танку съездили. Соблюдали все традиции, да, какие тогда были. На четвертый этаж не с пешком, да, помню. Все кричат, лифт подожди, я быстрее так донесу. Отгремела шумная свадьба, Ирина и Сергей стали налаживать семейный быт. Спустя два года у супружеской четы родилась дочь, а через три с половиной года сын. Дочка родилась у меня через семь месяцев. Когда ей семь месяцев было, в армию забрали, призвали, будем говорить так. Горячую точку. Фергана называется. А где это? Это в Узбекистане. В Узбекистане. Сначала там был вывод с Афганистана через нас, я в авиации служил. Потом ферганские события знаменитые были. Ну и потом вот в 89-м как раз, так сказать, демиализовался. Вспоминая все прожитые вместе годы, Ирина рассказывает, что помимо радостных событий, конечно, не обходилось и без проблем. Но с ними супруги всегда справляются вместе. Что бы ни случалось, стараются поддерживать друг друга. Вот так вот за эти 35 лет перелистываешь, да, то одни проблемы, то это. Сейчас тоже вспоминаю, да, я только не помню, в каком году-то. У него зарплата была 2 миллиона. Ну, тогда буханка хлеба стоила 2200 рублей. То есть как бы вот. Ну, перешли вот это вот все. И как бы сейчас тоже вот проблемы, сами знаете все какие. Ну, ничего, держимся. На вопросы о секрете семейного счастья супруги Булыгиной отвечают просто. Нужно уметь замечать и ценить в супруге лучше и прощать друг другу недостатки. Наверное, все-таки терпение и уважение. Когда через месяц-полтора, вот что можно за полтора месяца узнать о человеке? Я считаю, ничего. А вот когда годик второй, то вот уже это, начинаешь что-то понимать. Как вот сейчас говорят тоже, да, вот это браки, 5-6 лет, как бы вот это срок испытания, кто-то разрывается, что как. А потом, правда, говорят, под соли надо съесть. Кстати, по сложившейся традиции, символом дня семьи, любви и верности является ромашка. Этот полевой цветок самый распространенный в это время года в России. А белые лепестки этого цветка символизируют чистоту и преданность. Поэтому в этот день принято дарить букеты с ромашками. У нас есть ромашки, крупные ромашки, кустовые ромашки, букеты представлены авторские, свадебные букеты. Сегодня очень многие семьи скрепляют свои узы. В нашем салоне можно приобрести любые цветы, экзотических цветов, большой ассортимент. Также цветы под заказ мы привозим. Однако цветы можно подарить в любой день без определенного повода, а как знак внимания. А специалисты салона «Нескучный сад» всегда подскажут и помогут составить индивидуальный изящный букет с учетом всех ваших пожеланий для самых любимых и верных.